Добрый вечер дорогие друзья! Сегодня нас ожидает очередное противостояние в виде финала плит турнира. А это значит, что прямо сейчас вы можете на своих глазах наблюдать острое противостояние таких коллективов как Киперс и Парадокс. Но, к слову, наверное у вас всех на уме возник вопрос. Почему? Мы заставили вас ждать. К сожалению, один из коллективов немножко затянулся стартом трансляции, из-за чего мы приносим свои глубочайшие извинения. Были некоторые дискуссии по поводу применения устройств, но что позади, то позади. Теперь мы рады представить вам это острое противостояние, а значит нашу команду StreamTO. Сегодня отвечает за картинку наш доблестный оператор Санчес, а комментирует вместе со мной Адель Далленс. Адель, привет! Привет, Генрих! Действительно, мы с тобой врываемся в этот финал, можно сказать даже мини-гранд-финал на карте Мосты. И пока что есть такие неплохие заходы от команды. Я вижу то, что Галамикс заходит и просто начинает вывозить. По нему сейчас должен прилететь моментально фокус от двоих игроков. И, кстати, нужно представить команды. С кого бы ты хотел начать? А давай я тогда представлю киперсов. Это за них играют Modestia, NeverKnow, Доза Сладких и Skir, Райан Антонес, 7МЗ и Гуга Силва. Ну а в свою очередь коллектив Paradox представляют следующие игроки. Филиф Плейн, Орех Верни Аккаунт, Каратель XXX, Галамикс, Феникс и Мама Айм Криминал. Собственно говоря, такие вот составы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ну, флагоносца было слишком мало показателей жизни, довольно увесистое количество показателей брони мы снесли еще до подхода к флагу. Единственное, что его спасло, это ДА-шка, но недолго он смог прожить. Но Гуга Сильва на втором темпе подхватывает флаг, NeverKnow будет его подбирать. У него есть распрояжение чудесной рейтиста трюльцы, а значит, что натиск Феникса при разумной игре он должен выдержать. Мама А.Криминал ориентируется на то, чтобы подсаппортить тиммейтов. Флагоносца остается лишь немногим хп, и он может вернуть. Нет, выносит она довольно быстро. Модестия будет ориентироваться на то, чтобы помочь своему союзнику. Галамикс заходит по противоположной стороне. Захочет он зажать противников рамки, но двойной реп оппонента не оставит ему в этом шанс. Да, сейчас как бы не была ошибка, то что Модестия немножко вперед проехал с флагом, хотя Райан имеет возможность на Дашке подхватить этот флаг, но почему-то начинает ехать не в ту сторону совершенно, и Феникс вместе с Галамиксом и Орех, вернее аккаунт, начинает увозить. На шустром мазике у вас пики она увозит, наверно находится сверху на острове, и может он прострелить этого игрока. Орех великолепно отыграл, понимал он, что находится в тот момент в зоне риска, но все-таки уверенность его не подвела, он с вертухи уничтожил вражеского ДДшного противника. Ну и что мы можем видеть, размен на карте? Да, действительно, размен. И как ты думаешь, кто... Субтитры создавал DimaTorzok В лучшем сценарии даже попытаться вернуть флаг, но все-таки красные также зарешали в это микро противостояние, и теперь уже Филипп Плейн является счастливым сдателем ДАшки, на которую он намерен танковать вражеского флагоносца. Да, но опять-таки смотри, он сейчас пробует заходить, с другой стороны, отвлекая внимание, но с правой стороны от красного флагштока абсолютно никого нету, кроме Галамикса, который только что отправился на респ, и Филипп, рельсой Невернова, отправляется в минус. Буквально на ноль хп. Да, обидно, много минусов пока что можно наблюдать, Галамикс контролирует остров, заходит сразу делегация из четырех синих игроков к рожескому флагоносцу, на мосту несколько замешкались красные, но все-таки уверенно отстреливаются, Райан Антенес подхватывает сразу три рельсы, но как удачно подоспела аптечка, и значит он еще навяжет борьбу своим противникам, нужно еще выдать выстрел, уничтожает Галамикса, Филипп Плейн оттает хп просто на глазах, и это будет возраст. Это будет возраст, действительно отлично отыграл Райан, подобрал он аптечку буквально на ноль хп, и при этом еще тонкнул очень-очень много дамага, водовая, сквозные рельсы с ДД, и сейчас Модести имеет все возможности доставить этот флаг, потому что Гуга на своей ДДшке должен отстреливаться сейчас. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Полторы минуты остается, и нужно отыгрываться, отыгрываться красным. Феникс на ДДшке стоит с флагом, но было бы неплохо, чтобы кто-то сменил, чтобы он смог ее реализовать, хотя это уже не является актуальным вопросом, поскольку это самая ДДшка спала. Синяя также производит скидку под дозу сладких шкир, и красные собираются вновь атаковать. Красные действительно собираются вновь атаковать, однако сейчас они все на респе, и Карати респится на седьмом домике, у него есть два противника в виде смоки и Гуга. Получает одну рельсу уже смока, и отправляется на респе от 30 карати, ДДшку нужно срочно забирать и как минимум отстреливаться по двоим игрокам, которые заходят с тыла. Это Модести и Гуга, есть уже инфа про них, и Феникс почему-то стоит до сих пор, ему сбивают рельсу раз, получают вторую, еще как минимум две нужно выдать, одна осталась. Есть Модести, и подоспевают синие, СМЗ, и дозу сладких шкира находятся в зоне прострелов, хотя довольно быстро расправляются красные, рефер не аккаунт реализовал, ДДшку уничтожил сразу троих противников, и красные врываются. Получается в него все-таки вернуть? Да, Орех действительно неплохо отыграл, выдав сквозную рельсу по ДОЗе и Неверноу, который был на Хантере, ДДшну, между прочим, и при этом еще слил подхват Модести и вернул флажок. Он действительно обусловил конечный результат, он уничтожил троих подле возврата, троих противников, которые могли вернуть флаг, затем ворвался на базу противника, вокруг него находилось несколько оппонентов, и он уничтожил флагоносца вернул. Действительно великолепная игра, и мы видим, что красные до последнего готовы показывать зубы и не отпускать результат. Да, да, да. Ну смотри, у нас есть два смоковода, это Мама-Ама Криминал и 7МЗ. 7МЗ отыграл 13-17, а Мама-Ама Криминал 8-22, но при этом мы можем видеть то, что Мама-Ама Криминал, по-моему, пару раз кинул в минус как раз-таки вражеского смоковода. Да, были такие эпизоды, но и Криминал также лежал в минусе, особенно на дропе, но так или иначе отыгрывал старательно. Да-да-да, но все равно, мне кажется, немножко лучше отыграл именно 7МЗ. Он более, так сказать, аккуратнее отыграл, нежели Мама-Ама Криминал, который, как ты говоришь, уже был в минусе на дропе. Да, я абсолютно согласен с тобой, этот момент был просто максимально показателем, действительно поспешил подхватить ДД-шку, затем аптечку и на разломе просто был привернут в минус, но чувствовалась некая спешка, но все-таки мы не будем забывать, что это финал, близ турнира, и каждый коллектив, конечно же, хочет получить свою копилочку дополнительные очки рейтинга, да и 300 тысяч кристаллов уж точно не потянуть в чей-то карман. Да-да-да, действительно было бы неплохо, но сейчас мы увидим второй раунд. В первом раунде у нас фактически была равная игра, но теперь парадоксы у нас будут отыгрывать за синюю, а киперсы за красную. Как мне кажется, киперсы имеют все возможности для того, чтобы выиграть этот раунд. Есть хороший Хантер, Неверноу, который контролирует дробь, я постоянно его видел. Также есть Райан, который, мне кажется, будет отыгрывать именно от острова. И можно будет проследить, как он будет контролировать именно дробь на острове. Сейчас он будет забирать вражескую ДАшку, это очень даже хорошо сейчас, и его как раз-таки ДАшка на острове выпадает. Мама, а мы криминал. Будет до последнего держать, для того, чтобы не было возможности атаки у красных. Как остается 10 секунд, ребята уже прожимают делиты, и раунд начинается. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Это бы не был бы возврат. Ну вот ошибка, есть ошибки. Третья лига, все-таки. Только-только ребята собрались и начали играть. В принципе, их можно понять. И сейчас смотри. Феникс на двойном дропе. Есть препятствие в виде Райана, который сбивает рельсу. Фениксу нипочем, он залетает на него прямо и начинает увозить. На подходах Феникс будет блокировать, хотя успевает он объехать великолепно. Поубрала над дугообразным жестом, вводит Феникс, прыгает вниз, но нету поддержки в исполнении тиммейтов и красные, попросту окружит флагоносца. Осуществили возврат. Да-да-да. Действительно. Но Феникс неплохо так залетел, перелетел Райана. И он мог дальше увозить, если бы был саппорт тиммейтов. И сейчас Неверноу, у него спадает правда ДАшка, он заходит на синий флажок, подхватывает его и три вести как минимум, что он конкнуть может, выдаст первую по карателю. А Райан почему-то лежит в минусе. Да, мы бы сейчас встретить тиммейт, но. Неверноу, но придется рассчитывать только на свои силы, но и возможно на Модесте, если он играет правильно. На Модесте уже спрыгнулось. Довольно мало брони, чтобы что-то сделать конкретно повлиять на результаты. Ой-ой, почти, почти, если бы Филипп Тулейн упал, немножечко рядом с флагом, минус, это был бы хайлайд, так, небольшой для СМЗ. Голомикс отожал ДАшку на базе противника, теперь Неверноу будет отыгрывать на двойном уроне. Так, сейчас ты посмотри, два тяжелых корпуса, находятся с левой стороны от красного флагштока, Райан почему-то решает спрыгнуть. На остров, видимо, будет отстрелить, даже Ниджи еще спрыгнул, но правда попадает по Ореху и Неверноу вместе с Гугой пытаются заходить. Может быть, у вас синих, потому что Филипп Лейн заходит на двойных, Симзы уже биты, Голососладких Снов также должен быть неничтожен при поддержке смоковода. А вот красные зашли в атаку преимущественно уже биты до этого, и немудрено, что синие выдержали натиск. Теперь будет респаун красных, но опять-таки, если синие сделают грамотную встречу, это может быть полноценная доставка. Гугасильва прессинкует оппонента Феникса, но есть респаун Филипп Лейна, и не забываем, что Фениксу нужно выдать еще одну рельсу. Филипп Лейн подхватывает, и высоковероятность того, что сейчас произойдет доставка на карте. Модестия настигает противника, Орех подхватывает, понимает, что необходимо делать максимально завище, но Модестия все-таки реализовала флажку, и скорость собственного ласпа осуществует возврат. Да, отличный был возврат сейчас от красной команды, прямо на подъеме у синего флага, это была бы действительно доставка. Но, подоспели респы, немножечко не скоординировались, не отстрелялись по нужным корпусам у нас ребята, и потеряли данный флажок. Ну что, теперь все справедливо. Прошлый флажок красный потеряли почти из-за той же ситуации. Ну да. Так, сейчас 7МЗ будет, я так понимаю, выдвигаться по мосту, хотя почему-то решает постоять, отстрелять по смоке, нужно слить ее. Отлично, и теперь начинает выдвижение. Есть снизу Филипп Лейн, который заходит, но NeverKnow вместе с Дозой и 7МЗ не дадут ему просто так подняться, и скорее всего он уже здесь будет отправлен на респ. Райан заходит на ДАшки, сразу двое противников ожидают его в дефе, выдает на ноликсу по голомиксу, два битых дефера будут до последнего очищать флаг, а Феникс вновь забрал почитающиеся ему ДАни Тру, и я надеюсь при поддержке тиммейтов будет вновь атаковать. Да-да-да, мамама криминал, забрал ДДшку на правой перемычке от синего флагштока и отправился на моментальный нарез. Феникс на двойном дропе начинает увозить флажок, не сбивается у нас Райан, отлично, и отстреливаются у нас ребята по флажку, и это будет возврат. Ну красных происходит замена, заходит Джем, да-да-да, Джон заходит и забирает Дашку моментально на острове. Видит он двойного Феникса, понимает то, что нужно выдать хотя бы одну рельсу, хотя, видимо, не понимает и решает просто покататься сейчас и встать. Я понял, у него резист, резист неправильно одетый, и он меняется. Да, зашел он с резистом, не посмотрел изначально, что данный резист применен, что двоих игроков его уже играют, с наличием резистов от рельсин. В следующий раз нужно быть внимательным, поскольку, в принципе, это может быть основанием для дальнейших жалобов. Да-да-да, все верно. Так, сейчас доза сладких эскир заходит, закрепляется на синем флагштоке, и будет ждать Невернова, который будет уже заходить на Дашке. Получив одну рельсу от карателя, нужно сливать данного игрока как можно скорее, дозы нужно выдвинуть, иначе 7 МЗ просто ничего не сможет сделать. Буквально на одну смоку остается каратель, и что же предпримут у нас красные игроки? Сливая, с отлично, Невернова на опережение выдает рельсу, и подхватывает флажок, и начинает увозить. Есть резвь Феникса, сбивает Невернова также Фениксу, и увозит флажок. Уже вниз, и есть встреча небольшая. А Жангта по-прежнему отыгрывает на летисте от рельсы? Да, это очень-очень печально. Поэтому, скорее всего, этот флаг не будет засчитан. В любом случае, дорогие друзья, мы комментируем данный матч, маниколом братом не можем влиять на результаты и выносить вердикты. И я настойчиво рекомендую ребятам уже обратиться непосредственно к звуку, посредством использования тикетов. Ну, а пока смотрим. Пока смотрим, и сейчас орех, вернее аккаунт, пытался заходить на двойном дропе, но его модести положил в полуминус, и 7 МЗ перекрутил его, сделал в пируэт. Продолжение следует... Продолжение следует... Нужно отыгрывать на максимум, дабы сравнять счет. Да-да-да, действительно, нужно сравнивать счет, потому что Филипп Плейн остается на одной лице в дефе, есть каратель, также последний, я так понимаю, он будет отыгрывать у нас сегодня, и к нему заходит Модести. Модести, который решает отстреляться по Фениксу, и, кстати, у Феникса есть двойный дроп. Сейчас можно просмотреть, кстати, за его заходом, правда, заход, как всегда, одиночный, и, скорее всего, он тут ничего не сделает, потому что остается еще также 20 секунд до конца раунда, и тут уже 7 МЗ просто решает отыгрывать на флагштоке. Да, 1-0, заканчиваю, 1-0, заканчивается битва, вернее, данный раунд в пользу красной стороны. Да, в пользу киперсов. Однако, как бы, ничего не случилось. У меня постоянно, знаешь, дезориентирует их название, оскобка, и постоянно хочется их так и назвать, киперс. Да-да-да, и сейчас мы будем смотреть третий раунд. Третий раунд у нас уже за 7, вот киперса отыгрывать. И так, ну, 7 МЗ, 16-16. В свою очередь, ама-ма-ма криминал 10-23. Ну, в принципе, логично, потому что данный раунд у нас выиграли именно киперсы, и поэтому 7 МЗ, отыгрывая на флагштоке, просто сливал хантеров, которые заходили к нему. Крис, после игроки на карте, будет контролировать наш дроп. Да-да-да, какой-то у нас довольно спорный матч получается. Особенно с такими небольшими косяками от команд. Да, проходит дискуссия касательно третьего резиста. Но в любом случае, по правилам, матч доигрывается до конца, независимо от того, согласно ли с туроной с адресом одного или другого раунда. Матч должен быть доигран, затем уже поддаются тикеты, жалобы, вопросы. И уже непосредственно судьи киберспорта их рассматривает. Поэтому, игре быть, и сейчас команды, субтитры создавал DimaTorzok и субтитры создавал DimaTorzok точнее которые выпадают 1 с правой стороны на правой перемычки от синего флагштока и также на в ту в ту сине команды их нужно пока никому не суждено ее забрать довольно далеко игроки от их красных припасов синие уже заходят но слишком мало показать лежите чтобы сделать что-то феникса уже осуществил одиночный заход но его хп тает на глазах да а модестии вместе с районом неверно он превратится минус как обидно на дэшке да еще мог подобрать аптечку если бы конечно же не пролетела еще пару прострелов от противников но так или иначе у синих есть фулка и райан антин с на ней 3 на максимальной скорости стремится к подхвату дашки было бы неплохо забрать броню с вражеской стороны но он игнорирует интересно почему все-таки обезопасить команду от вражеского хантера надо она это довольно важный момент довольно важный довольно опасно сейчас будет наверное для синие команды хотя 7 м за довольно таки спокойно разбирается с фениксом наверно он заходит также на двойных но слишком много красных в этом 7 декартам фактически все они находятся у себя на базе джонг на дэшке поддерживать тиммейта но второй минус подряд от наверно она не оставляет шансов довести флаг чуточку дальше хай также минус падает феникс и райан уже будет на подхвате а есть мама криминала у райана нету резиста от смоки и правильно делает то что райан пытается уходить как можно дальше под неверного нужно скидывать срочно как минимум остается на одну лицу немного не понимают друг друга ребята но кроме вернулись таки успевает подхватывать наверно он остается только орех верни аккаунт которого блокирует во все смока красный консолидирует силы чтобы осуществить перехват но как далеко не находится феник заходит пониз на своем хантере наверно делает обманку все грамотно пилиплейн уже попросту не успеть ничего сделать остается рассчитывать на криминала который будет добивать феникс срывается антарес антонез подоспевает подхватить и все-таки доставки быть да и также филипп play на двойном дропе врывается моментально и начинает увозить флажок есть встреча у него от двоих его тиммейтов это орех и феникс нужно феникса подстраиваться под своего тиммейта получает он много сквозных рельс и также от смоки начинает прилетать мама макрин криминал его отстреливают и орех также фут отправляется на резку у ее и не вернула ошибается сливаем одессе и голомикс подхватывает флажок и начинать его дальше увозить долго сладких снов выхватывает флаг но недалеко проезжает не было поддержки от тиммейтов и орех верни аккаунт должен доставлять если он только мере тиммейт но есть мз на дтшке на смоке дамажит но все-таки успевает буквально 1 смоке не хватило для того чтобы вернуть данный флажок но все-таки ребята у нас сравнялись сейчас два двойных хантера увозят флажок красный с правой стороны на перехвате абсолютно никого нету и феникс а как минимум отправиться честно респа джонсик отыгрывает отлично выдавая сквозной рису на острове карате остается на одну мама криминал также на одну заходит хотя нет еще выдерживает а буквально одну смогу остается доза сладких эскир не сбивает голомикс заходит ему джонсик корпусом отлично 7мз будет подхватывать и это неком перехватить максимально это пару прострелов да это не самая удачная удачная рисунка Продолжение следует... Продолжение следует... Потому что был Орех, который отыгрывал на ДД-шке. Кстати, сейчас отлично сбил Райану буквально с вертушки. И есть Дашка на красной стороне. Доза сладких эскир почему-то не выдвигается за ней. Но Райан начинает ехать. Видимо, уже сказал своему тимуэту, Мол, выдвинись, брат, тебе нужно забрать Дашку. Так, так, так. Орех жалко, что не подхватил. Все-таки доза сладких. Забрал Дашечку на вражеской базе. И будет всяческое содействие своим кемейкам в атаке. К слову, сразу трое находятся подле. А красного флага? Да, и Невер, кстати, на одно лицо остается, и Феникс врывается своим респом и возвращает флажок. Так, а что это такое? Так, Филипп Плейн, а почему? Хорошо, это было его решение скинуть флажок и покататься вокруг него. Хотя он мог увозить, по сути. Но он обновляется? Видимо, какие-то технические проблемы испытывал в этот момент? Ммм, значит, понятно. Ну, только хорошо, смотри. Джонсик вместе с Модестией отжали вражескую Дашку, и значит, атаки красным не быть. Не быть, а под спорью будет в виде двоих игроков на Дашке, как минимум, от синей команды. Райан сейчас подхватывает флажок. Есть респ Мама Ама Криминала, который играет на смоке, но Мама почему-то решает подставиться по сквозной рельсу Джонсика, и Джонсик сейчас сейвит, сейчас отлично своих тиммейтов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В ситуации, когда красных было действительно меньше, то есть там Филипп Флейн, он обновлялся, и Феникс перезашел, и их, по сути, во время Воза было четверо, и синие попросту вынесли с карты всех оппонентов, к моменту, когда их тиммейты красных зашли и начали осуществлять контратаку, флаг уже было слишком далеко. Да, а прошлый раунд у нас кто выиграл? У нас, по-моему, нет, прошлый раунд кто-то, по-моему... Киселы играли киперсы. То есть, если они выиграют еще и этот, то это 2-0, и поздравления с тем, что они заняли первое место. Да, ты прав. Однако, это уже будет судейство. Да, в любом случае, в синих есть великолепная возможность подать жалобу, подать тикет, где уже узнать у судей, каким образом повлияли на результаты битвы, моменты, которые мы могли лицезреть в битве, и вполне возможно, что это действительно повлияет в плане переигровки, либо изменения счета какого-то раунда. В любом случае, второе место тоже почетное, и нет смысла чая. Да, и ты посмотри, Филипп Лэйн до сих пор еще начинает отыгрывать, есть по нему фокус моментальный, Дашка уже спадает, Свертухи не успевает попасть по Васпику, и Феникс уже будет подхватывать. Есть Райан, который в 35-ке есть по нему фокус, Феникс остается буквально на сколько? На 2 рельсы, и ей тоже по поляне. Семен МЗ есть на перехвате, на Дашке, сливает он карателя, и нужно также помочь слить смоку, потому что есть возможность увезти на аптечку. Невер, ну, помогает все-таки, и есть скидочка. Скидочка подданного игрока, и Невер увозит на размен. И, кстати, 7 МЗ отлично сбивает карателю, Модести вырывается уже на ДДшке, но, правда, есть по нему фокус, и каратель все-таки разбирается с 7 МЗ, и это действительно размен за 10 секунд до конца раунда. Размен, который уже ни к чему не приведет, если что синие засуявили возможность доставки флага противникам. Ну и, соответственно, мы поздравляем драков коллектива киперсов с первым местом, ну и Фениксов, соответственно, со вторым.